Кубань была и остается главной жительницей Российской Федерации. На Кубани умеют люди работать, народ трудолюбивый, потому что те успехи и достижения в крае, они не берутся на пустом месте. Это серьезная работа, которая требует отдачи, которая реализует все меры краевой поддержки, федеральной поддержки, эти стабильные урожаи, надои и в целом показатели, как раз об этом красноречиво свидетельствуют. Последнее событие, связанное с обеспечением количественных материалов. И при всех хочу сказать, кто эту тему поднял на федеральный повест, на уровень, на самый большой. Поднял Андрей Николаевич Коробок, заместитель губернатора края, в присутствии всех министров региональных, министров федерального. Я хочу, чтобы вы это все просто знали, я там был на этом совещании, и поэтому при всех хочу сказать, при вас хочу сказать и поблагодарить вместе с вами, заместителя губернатора Коробка Андрея Николаевича, что он действительно ответственный руководитель. Вы, спасибо вам, фермерам Кубани воспитали правильного человека, который знает тему, не боится еще, аргументированно, четко обозначить на таком представительном уровне. Сейчас убедили в переговорах со всеми нашими руководителями нефтебазового комплекса, для того, чтобы надо обеспечить. Но вопрос по цене не решен. Она прямо говорит, не решен. Это наша задача. Что мы не просто обеспечили горючим. Вообще нельзя было допускать такого в стране. Но сейчас задача стоит, что какая цена? Мы же не можем, там вчера было 54, сейчас 74, потом уже начинает начинать, уже за что перевалило некоторые. Пришла от фермерам свои коммерческие предложения. Ну а как же так? А хлеб куда? А хлеб никуда. Цена упала. Сегодня, никогда, сегодня позвонили в порт новороссийский. Цена была на третий класс 16 200, сейчас 15. А элеваторы, которые там есть, в Бордун, почти все забиты полностью. Нереально в наших дней. Надо принимать здесь меры, чтобы доходы были. И мы считаем, что на всякий сайт экспортные ограничения, только КОР последовательно этот вопрос оставит. Не боится руководство говорить, сняйте ограничения. И на зерновые, и на подсолнечник. Но экспортные опорты по 6 тысяч рублей в тонны забирать. Как? По 6 тысяч рублей в тонны. А как доходность? А какая прививенность? А как развитие? А кто эту технику купит, которая сейчас уже по 18 миллионов кирове стоит? А вчера стоил 7, 2 года назад. Также это же серьезные темы. Оно все в комплексе. Это наши темы. И мы должны все вместе их решать. Поэтому и говорим, что сейчас надо принимать меры, которые трудно принимаются. Санкции, вызовы, курсы. Это действительно важное. Никуда не денешься. Государственные вызовы. Для объективности скажу, что сейчас проседает номером рынка цена. На и пшеницу, и подсолнечки и так далее. Но крестьяне уже надо сеять, надо пахать. А думать о будущем. Поэтому государство должно оказать содействие. Крестьяне по-честному все делают. Надо понимать, федеральных коллег, они же думают о цене хлеба на вот и нем рынке страны. Но в то же время, если мы говорим, что мы сдерживаем по большому счету цену на хлеб на вот и нем рынке страны, конечно, нужно сдерживать цены и на все остальное. И на горючие смазочные материалы, и на топливо, понятные, и на все. Тогда надо баланс. Здоровый баланс. Тогда об этом мы должны говорить. И здесь тоже. Не потому, что проблема, а потому, что ведь урожай – это слоеный пирог. Там и кассоем, и удобрения, и все, 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 все. Поэтому если что-то где-то в этом слоеном пироге начинает расти, то, конечно, начинает расти весь пирог. Если мы хотим удержать стоимость зерна, а еще раз подчеркну, нас подойдется из каждого слоя вот этого пирога, зернового, если хотите, то надо удерживать каждый слой, а не только за счет одного слоя взять и добиться там чего-то. Я всегда за здоровый такой баланс, очень взвешенный баланс. Фермеры, самое главное – это жизнь в земле. Жизнь. И мой подход принципиальный – мы не можем сосредоточить землю, я уже не раз говорил, не скрывая свою позицию. В чьих-то не было руках фермеры – это люди, которые живут на селе, и, конечно, у них должна быть земля. У тех, кто живет на земле. Они сами себя обеспечивают работой, работая, и тех, кто рядом, члены их семьи, и тех, кто живет рядом. Поэтому 13 тысяч, 13 тысяч. Мне принципиально важно, чтобы 13 тысяч фермеров были, есть и должны быть. Вот что очень важно. А для этого вы должны стать устойчивыми. Я об этом всегда говорю – устойчивыми. И то сегодня мы максимально делаем, чтобы сохранить вашу устойчивость. Хочу отметить активную работу, которую проводит комиссия, рабочая группа по развитию растеневодства, руководитель ТИТОВ, как я уже сказал. Она занимается такой проблемой, как повышение в течение уже последних 3-4 месяцев стоимости дизельного топлива для фермеров на 30, даже на 50%. Все это динамично нами отслеживалось, и цена сегодня достигла уже более 80 рублей. Это создает опасность банкротства многих семейных фермерских хозяйств, небольших особенно. При этом, как мы знаем, на заправках все-таки держится цена 55-60 рублей. И, естественно, в этом мы усматриваем такую государственную проблему. Об этом мы составили соответствующие обращения на федеральный уровень. Как мы все видели, знаем, Владимир Николаевич выступал перед министром сельского хозяйства в Государственной Думе. И вот на сегодняшний день, пока мы не чувствуем кардинального решения этого вопроса, а он является жизненно важным. Кроме того, за этот же период произошло резкое повышение цен на минеральное удобрение. Например, аммиачная селитра стоила в начале года 14 рублей за килограмм, а в настоящий момент ее цена выросла выше 25 рублей. Ну, это тоже снижает доходность и угроза банкротства. Эти предложения, как я уже сказал, были переданы все на федеральный уровень. Особую озабоченность вызывают низкие цены на зерно, так как на данный момент на пшеницу третьего класса предлагают, ну, многие предлагают 11-13 рублей. Немножко есть повышение. Но с места, с места за один килограмм без НДС цена формируется вот близка к себестоимости, а порою даже ниже. Поэтому мы вносим предложение установить не ниже 17 рублей цену на пшеницу третьего класса и в очередной раз заявляем о необходимости отмены или обнуления пошли, поскольку они напрямую влияют на формирование цены на зерновые и маслячные культуры для нас, как производителей данной продукции. Проблему банкротства фермерских хозяйств могли бы решить в определенном смысле льготные кредиты, которые предоставлялись по программам Минсельхоза России. Однако в последнее время программа эта не работает из-за отсутствия финансирования. Также в настоящее время очень остро возникает кадровый вопрос. Молодежь уезжает из села в город. Необходимо создание целевых мест для детей, фермеров, членов аккорда, прежде всего в сельскохозяйственных вузах. Это позволит подготовить необходимые кадры для села, которые по окончании учебы обязательно вернутся к своим корням, к своей семье. На решение данного вопроса оказывает влияние, как нам кажется, ЕГЭ, когда документы сдаются в несколько вузов. Впоследствии в сельскохозяйственные учебные заведения попадают те ребята, которые по окончании обучения никогда не поедут на село. Важное значение для фермеров занимает развитие кооперации, как здесь уже было сказано. Спасибо за такую позицию и вам, Венианович, и Андрею Николаевичу. Необходимо создание на основе государственного частного партнерства вертикально интегрированной системы реализации продукции, к произведенной в сельскохозяйственных кооперативах края в соответствии с федеральным законом о государственном частном партнерстве. Есть законная основа, и мы ее должны, конечно же, использовать. Нас все еще плохо слышат, несмотря ни на что. Эта глухота, нужно прямо сказать, наносит ущерб, будем честными, не только фермерству, но и государству тоже. Проявляется этот ущерб по-разному. То ли в виде недополучения сельхозпродукции, снижения ее качества, то ли в виде снижения плодородия почвы, снижения инвестиций и даже потери мотивации к труду. Ситуация серьезная. В последнее время от фермеров можно услышать и такой вопрос. А стоит ли наследовать такой бизнес детям и внукам? И это, на мой взгляд, очень серьезный сигнал. Белый перечень наших проблем выглядит по-прежнему так. Земельные вопросы, они до сих пор не решены и постоянно дают о себе знать. Законы о семеноводстве, о движении крупногабаритной техники, о навозе, о лесополосах и так далее, являются сырыми, либо находятся, все еще находятся где-то в коридорах законодательной ветви власти. Извините, уже больше 30 лет прошло. Пора бы с ними разобраться. Работать нужно. Сколько лет говорим о подключении к газу, к электрическим сетям. Мой рыбный проект, например, на выращивание форели 400 тонн в год с датской фирмой развалился лишь из-за того, что готовую к пуску котельную подключали к газу 3 года. Вот это конкуренция. А на подключение к электроэнерии выдали совершенно нереальные технические условия. Просто поиздевались. Уже не первый год летом качество снабжения электроэнерии не выдерживает никакой критики. Напряжение в сети вместо 220 – 140, вместо 380 – 320. Холодильники, сплит-системы, даже кассовые аппараты отказываются работать. Для исправления ситуации построил солнечную батарею. Ну, думаю, всех наколол. Отойду от проблемы. Энергетики уже 3 месяца под разными предлогами так и не подключили до сих пор нас к сети. Просьба к ЗСК обратить внимание на разработку законов по солнечной энергии. Они у нас далеко-далеке от совершенства. Кстати, в Кубанском государственном инститете планируется 21 числа круглый стол. Просил бы очень, чтобы от ЗСК там представитель какой-то все-таки был. Мало того, на наше обращение в ЗСК на эту тему ждем ответа более двух месяцев. Хотя обещания были мажорными. На днях явились два капитана полиции. Составили протоколы о самозахвате земли. Горазить штраф 350 тысяч рублей. Суть дела в том, что в результате слепого иначе не скажешь неживания, лесополоса оказалась на моей земле, а я оказался самозахватчиком. Такие проблемы, высосанные из пальца, не только у меня. Весь район уже на ушах стоит. Прямо какой-то казус Белли. Если к этому всему привают пошлины, выдачу кредитов на оборотные средства под 17% вместо 3,5%, обещанные и невыданные субсидии, подорожание ГСМ, семян, удобрений, СЗР, запчастей средним на 40%, техники, повышение катастрофы стоимости земли, повышение минимальной заработной платы, подорожание госуслуг, адвокатов, юристов и так далее. И вспомнить о том, что пшеница стоила 21 рубль, а сегодня 14, подсолнечник стоил 40 рублей, а сегодня 23, то картина, как вы понимаете, маслом. И она означает одно. Боливар не выдержит. Смотрю ленту новостей. Чистая прибыль Роснефти за первое полугодие 2023 года выросла на 45,2%. И они в этот момент на 40% еще поднимают цены на ГСМ. Это что? Они будут получать 100% все, а мы пошли в минус. Руководители всех компаний, производящих удобрения, значительно продвинулись в рейтинги Форбса. Читаю Вольную Кубань. Разворот на две страницы. Агропромышленный комплекс Кубани на подъеме. Может и так, но, на мой взгляд, в это время так широко все-таки не нужно это делать. Оно как-то не вяжется с настоящей действительностью. Телевидение, Кубань-24, российская газета и так далее. Все хотят рассказывать об успехах. Никто не хочет вникать в проблемы. Это сегодня не в моде. Хотя известно всем нам доподлинно, что даже простое замалчивание проблем в средствах массовой информации приводит к печальным последствиям. И еще одна тема, которую я хотел бы поднять. Это вопрос о нашем фермерском омбудсмене. Я хорошо помню тот съезд, на котором губернатором была поддержана эта должность. Веоним Иванович справедливо считал тогда, что это очень поможет фермерам. Может оно так и было, но есть но. Можно сказать, что это был его, конечно, жест доброй воли. Совет АКОР выдвинул на эту должность своего представителя. Губернатор его утвердил. Все так. Однако время лучший судья. И сегодня уже можно оценить правильность совместного тогдашнего решения и уточнить его. Здесь необходимо заметить два момента. Первый. У фермерского омбудсмена работа с Советом АКОР сразу как-то не задалась. Закончилось дело тем, что вместо совместной работы фермерское движение раскололось. Кто-то пошел за омбудсменом, кто-то за Советом АКОР. Второй момент. Дело дошло до того, что Совет АКОР опубликовал в газете «Кубань сегодня» статью, в которой была показана нездоровая атмосфера, которая сложилась между омбудсменом и Советом АКОР. А также были высказаны предложения по усилению полезности работы в этой должности. В частности, предлагалось на должность фермерского омбудсмена впредь предлагать губернатору на утверждение демократически избранного на съезде председателя Совета АКОР, что позволило бы поднять статус и омбудсмена, и председателя Совета АКОР. По нашему мнению, этот симбиоз смог бы приносить и власти, и фермерству значительно больше пользы, чем это происходит сейчас. Образовавшаяся зона конфликтности исчезла бы сама собой. А смычка, о которой я сказал выше, стала бы более действенной. Уважаемый Лениамин Иванович, Совет АКОР вносит это предложение на ваше рассмотрение. Начну свое выступление с самого главного вопроса – реализации сельхозпродукции. В начале уборки колоссовых и зерновых культур в Минсельхозе Российской Федерации было принято решение о точке отсечения реализации пшеницы 3 класса по цене 17 рублей за килограмм без НДС. Казалось бы, это лучшие условия, которые были год назад. И действительно, в начале уборки в июле эти цены были. Хотя и трудно было продать урожай сразу, потому что на новый урожай давил урожай 22 года. За июль-август месяц было реализовано 9 миллионов тонн зерна. Это очередной рекорд для страны, но для сельхозтоваропроизводителя были тревожные нотки, потому что наш урожай не вывозится за рубеж в срок. Это дало повод для снижения цены на внутреннем рынке. Цены упали на 2-3, а то и более, рублей за килограмм пшеницы. А пшеница является локомотивом продаж сельскохозяйственной продукции. И этот локомотив потянул цены на другую сельскохозяйственную продукцию вниз. Сегодня аграрии вступили в уборку подсолнечника. И за неделю цены с 29 рублей упали до 23. И это не предел. Если раньше наши аграрии имели возможность продать подсолнечник за рубеж, то сейчас экспорт запрещен. И переработчики могут опускать цены до цен подсолнечного шрота. Сейчас цена подсолнечного шрота стоит 23 рубля. Причем масло они продают за рубеж без пошлин. И где здесь справедливость? Как выжить в таких условиях? Мы поставлены государством изначально в неравные условия. Это надо менять. Но что нас ждет дальше? Если дальше затоваренность на скотских помещениях переработчиков будет стопроцентная, то рынок вообще станет. И так будет со всей продукцией, если государство не примет срочные меры. Из срочных мер вижу две самых главных. Это я не знаю каким усилием, я не знаю как, я не знаю что, но государство должно и обязано нарастить объем отгрузок. Если мы этого не сделаем, мы все захлебнемся, как в какой-то сказке, когда антилопа закидала золотом. Поэтому золото наше, это пшеница. Поэтому здесь нужно принимать срочные меры. И второе мера, о которой мы уже говорим, наш президент Владимир Николаевич постоянно это озвучивает в правительстве, но его не слышат. Это создать государственную зерновую компанию, которая будет закупать у сельхозтоваропроизводителя продукцию с возможностью хранения у того же сельхозтоваропроизводителя на хозяйстве. Причем оставить фермеру право обратного выкупа зерна в случае, если цены на зерно вырастут. Эти меры позволят стабилизировать цены на внутреннем рынке с доведением их до базовых цен хотя бы 17 рублей. Государственную зерновую компанию нужно создавать как можно быстрее. Нельзя российский вырожай продавать по бросовым ценам. Если только мы объявим миру об инициативе поддержки сельхозпродукции в стране, цены сразу вырастут. И высокие вырожаи не будут никого пугать. Потому что в нестабильном мире должна быть одна стабильная страна. Это наша страна, страна Российской Федерации. Мы должны стать зерновым хабом для хранения зерновой продукции. И для этого нужны дополнительные емкости хранения. Мой прадед никогда не продавал урожай прошлого года полностью, до того, пока не убрал урожай этого года. Потому что бывают урожайные годы, а бывают еще и неурожайные годы. И мы должны использовать это преимущество. А мы сейчас боимся высоких урожаев, как огня. Поэтому я прошу, Венем Ильич, надо это доносить. И вы правильно сказали, за кооперативы. Может, даже здесь надо подумать. Может, мы даже возьмем элеватор. Может, мы, у нас же все-таки это. Потому что до сегодняшний день доходит, что фермерское зерно они принимают. Потому что элеваторами владеет холдинг. Второй немаловажный вопрос. Это рентабельность сельхозкультур. В последний год, с момента повышения цены на зерно, цены на все сопутствующие товары для производства сельхозкультур резко возросли. Если нас, Минсельхоз, ограничил пошинами, то на смежные товары сельхозтехника, СЗР, минеральное удобрение зафиксировались на максимуме. На селитру, правда, совместными усилиями, цену удалось снизить с 35 до 23 рублей, которые держатся и по сегодняшний день. В условиях диспаритета цен неуклонно растет себестоимость сельхозпродукции. Кроме того, сегодня продавцы СЗР не без основания заявляют о повышении цены на свою продукцию, мотивируя это повышением курса доллара до 100 рублей. В связи с этим цены возрастут на 30-50%. И это обратно ляжет на нашу себестоимость, будущее урожая. И этого допустить нельзя. Считаем, что необходимо запретить вывоз валютной выручки за рубеж. Это позволит стабилизировать доллар в районе 70 рублей, как в докризисный период. В результате этого снизится ставка Центробанка и все возвратится назад. В том числе и 5-процентные кредиты, о которых говорил Петр Михайлович. Сейчас банки нам говорят, берите кредиты под 17-15%, а потом мы их переведем в 5-процентные. Если будет решение правительства с оговоркой. А если его не будет? Мы вообще сомневаемся, что этот вид господдержки останется. Еще одна проблема, о которой уже здесь говорилось, это дистопливо. Для сельхозтоваропроизводителей резко возросло в цене. Я не понимаю, почему оптовая цена на наших заводах 80-100 рублей, тогда как на заправке 60 рублей. Надеюсь, что правительство срочно разберется, как это было когда-то селитра. Пусть просчитают всю себестоимость от начала и до конца и вернут цены назад. Это не просьба, это требование. Любое повышение цен на смежные товары резко отражается на себестоимости нашей продукции. И мы в этой цепочке, самое тонкое звено, но в этой цепочке мы являемся самыми главными участниками продовольственной безопасности. Но также не только мы отвечаем за продовольственную безопасность. За продовольственную безопасность отвечает наше государство. Поэтому, Вениамин Иванович, мы очень ценим, что вы приходите на наш съезд, и вы слышите нашу боль, и мы вас просим, чтобы наши требования были услышаны на самых высоких этажах нашей государственной власти. И в конце своего выступления я хочу сказать о пошлинах. Кто-то уже говорит из фермеров, не только из фермеров, что пошлины никогда не отменят. Ну, я просто делаю, я простой фермер, да, я просто делаю, ну, как бы, выводы. Ну, смотрите, государство забрало с нас пошлинами 400 миллиардов рублей. И господдержка составляет примерно 400, даже чуть больше, миллиардов рублей. Но если спросить фермера, что для тебя важнее, господдержка или отмена пошлин, я думаю, что подавляющее большинство скажет отмена пошлин. Поэтому, более того, если посмотреть дальше, в глубь копнуть, значит, цены упали на треть, а продается у нас всего одна треть собранного урожая, две третьих остались в стране. И если цены упали на треть, то цены обвалились во всей стране на эти же собранные пошлины. То есть потеряло сельское хозяйство Российской Федерации более одного триллиона рублей. Тяжело выживать в этих условиях, но это не мы потеряли, это вся Российская Федерация потеряла. Правильно Вениамин Иванович говорил, надо развиваться и двигаться вверх, вверх. Стоять нельзя, иначе пойдем вниз. Так вот, мы не движемся вверх. Мы пока стали, пока стали, один триллион рублей, он бы был направлен на улучшение наших технологий, на покупку новой техники, что дало бы толчок и развитие всем сопутствующим отраслям. А это мы не можем делать в сегодняшних условиях. И поэтому у меня одно предложение. Плошлины надо отменять. Первое. Спустя два года анализа проблем, возникающих в фермерском сообществе, можно сделать определенный вывод о том, что основные проблемы возникают у нас из-за слишком простого отношения к правовым вопросам. Из уст фермеров часто слышится то, что у них отбирают землю, обманывают контрагенты, выносят в нее обосновные штрафы, проверки проводятся предвзятые. На самом деле, при анализе ситуации, реальной ситуации, документальной, то есть выясняется, что фермер неправильно подал документ не в тот орган, неправильно подписал контракт, фактически нарушил требования Росельхознадзора, хотя фактически вопрос не стоил выделенного яйца. Обращаю ваше внимание, что, ваше внимание, прежде всего руководители АКОР районов, что наша основная задача, а также задача созданной правовой службы АКОР края, это превентивные меры. То есть не допустить ниактивных последствий в будущем, а не пытаться их исправить в последующем. За два года моей работы края за советом обратилось фактически человек 20-25, не больше, из фермеров края. Зато с проблемами обратилось гораздо больше, да их просто не посчитать. Сейчас наше государство стремительно приближается к статусу правового, это однозначно. Рекомендую напрочь забыть старое понятие, что можно обойти закон или решить вопросы каким-то иным способом. И то, поверьте, будет один, законный, и вы потеряете больше, чем приобрели. Более того, хочу однозначно заметить, что органы власти в настоящее время, я это скажу, сужу не только по нашему району, а в большинстве случаев, направлены в нашу сторону и открыты для решения любых вопросов в правовом поле. За свою практику мы ни разу не получили отказа в консультации ни в администрациях, ни в департаменте имущественных отношений, ни в Россельхознадзоре, которые, кстати, более чем лояльно относятся с сельхозпроизводителем. Особенно хочется поблагодарить Министерство сельсового хозяйства и КЦ «Края», которым работают настоящие профессионалы. Конечно, в нашей работе есть и проблемы более глобальные, которые на уровне юристов не решить и без помощи органов государственного управления не обойтись. Так, о реализации 101-го ФЗ в обороте земельских хозяйственного назначения, позволяющего получить фермерам землю без торгов, мы столкнулись с некоторыми коллизиями права. А именно, в статье 101 указанного закона говорится о том, что граждане и крестьянские фермерские хозяйства имеют право получить землю без торгов для деятельности КФХ. Однако решением Федеральной налоговой службы регистрация КФХ уже в течение двух лет невозможно всех регистрировать как индивидуальных предпринимателей, без ссылки на КФХ. Отсюда невозможность гражданину создать КФХ, тем более воспользоваться льготами, предоставленными государством для данной категории предпринимателей. При этом закон о крестьянских фермерских хозяйствах никто не отменял. Поверяю, что это техническое недоразумение, но решить этот вопрос самостоятельно мы пока не можем. Ну, это первое. Далее. К районам номер 532 КЗ были установлены ограничения площади предоставляемых фермерам без торговых земельных участков. Закон, корректирующий 101-й ФЗ фактически. При этом приоритетным направлением развития указано животноводство, где фермеры, занимающиеся данным видом деятельности, могут получить без торговых сложностей до 300 гектар. Считаем это сильным подспорьем и толчком к развитию отрасли, именно животноводства. А главное ее сохранение. Так как у нас до сих пор есть фермеры, животноводы без единого гектара земли, в том числе, как говорил сегодня Александр Владимирович Шипулин, у нас в Маринске есть фермер, который 5 лет стремительно развивает животноводство, я не боюсь этого слова, развивает, несмотря ни на что, не имея ни одного гектара земли для производства кормов. При этом себестоимость продукции, молочной продукции, вы прекрасно можете примерно понять. Мы с вами имеем одну цель – развивать отрасль. И спасибо Министерству Краснодарского края, который сейчас подготовил проект закона о внесении изменений в 532 КЗ, где четко прописаны земли, которые могут предоставляться для тележертоводства. Это и выращивание фуражных кормов, силы собачевых и иных культур. Ведь главное развитие отрасли животноводства – это не то, какую землю предоставили, а ее фактически целевое использование, что также прописано в проекте закона – 2 гектара на одну голову с конкретным целевым использованием. Принесение данных условий в договор аренды – это позволит при осуществлении контроля незамедлительно расторгать договора аренды с нерадивыми, либо хитрыми животноводами, на что я также хотел обратить внимание коллег. Не пытайтесь стать формальными животноводами. Выращивание земной пшеницы для целей животноводства не предусмотрено. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что этот же закон коснулся и выкупа земель сельхозназначения. В 532 КЗ также ограничено до 5 гектар на иные цели, и теперь у нас фермеры не могут выкупить, имея закон даже о льготном выкупе земель, который был инициирован, выбранованием Красноярского края. Фермеры не могут воспользоваться этим правом, потому что также для цельного использования, то есть иные земли, мы не можем, не департамент, а администрация не могут предоставить для выкупа более 5 гектар земли. Поэтому, уважаемый Вениамин Иванович, уважаемый Юрий Александрович, мы в фермерское сообщество, мы очень просим вас каким-то образом принять эти изменения в закон 532 КЗ, и если можно, ну, немножко ускорить эту процедуру. И еще один крайний вопрос, который хотелось бы сегодня поднять, это следующее. Сохранение земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий и их статуса, несомненно, является одной из наших приоритетных задач. И кто, как не фермер, первый заинтересован в этом. Но есть нюансы, по которым хотелось бы достичь разумного сбалансированного решения. Так, некоторые сельхозпроизводители края столкнулись с тем, что приватизированные в свое время в законном порядке животноводческие фермы, сладские помещения, зернотоки и так далее, которые были построены еще в 70-80-х годах, в настоящее время находятся на землях особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. Каким образом они туда попали, ну, можно только догадываться, да, это, скорее всего, ошибки институтов, либо что-то еще. Еще правовые последствия данного расположения, мы все знаем, все знаем, реконструировать фермы и данные объекты нельзя, расширяться нельзя, использовать можно одно с ограничениями. При этом указанные земельные участки еще с тех же 70-80-х годов находились в составе бригад животноводческих ферм, садских помещений, зернотоков и никак не относились к особо ценным, что во всех случаях подтверждается десятитысячными поконтурными карт-материалами, изготовленными по результатам инвентаризации, проведенной в 90-х годах, а также последующими интервентаризациями, подтверждающими данное расположение земель вне земель особо ценных пород. Мы прекрасно понимаем жесткую политику государства в отношении особо ценных земель, но хотели бы ходатайствовать о принятии более мягкого регламента по переводу земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, которые находятся под существующими объектами недвижимости, то есть фермами, складами, зернотоками, складскими помещениями, и при этом учесть в регламенте более-менее конкретные сроки принятия решения. Программа сельская ипотека мотивирует это тем, то что район у нас курортный, но к курортному делу имеет там максимум из 10 поселений 4 поселения. Остальные поселения, ну как бы отреза воды, находятся 30, ну и более километров, более 30 километров. Чтобы вы понимали, мне самому ипотека не нужна эта сельская, я ей пользоваться не буду. Но важно то, что из деревни уезжает молодежь, поэтому для поддержки вот этого, будем говорить, этого проекта, как бы, не проекта, а программы сельская ипотека, чтобы мы включили ей из керойны, помогли им. Спасибо. Значит, вопрос включается, или ответ. Этот вопрос включается в том, что было принято решение, что курортные территории будут исключены из участников сельской ипотеки. Мы понимаем, что ряд муниципальных образований, особенно мы знаем таких, как Сочи, Анапа и все остальные территории, которые сегодня пользуются спросом. Зачем? Там, к сожалению, будет этот механизм использовать не для того, чтобы увеличивать честность населения, которое работает на земле, на сельских территориях, а как раз для того, чтобы приобрести себе дачку, или там еще домик для будущего отдыха или еще. Поэтому вот такие были приняты решения. К сожалению, вы знаете, что по сельской ипотеке у нас сейчас механизм пока остановлен в связи с отсутствием денежных средств. Да, планируется в следующем году и не планируется пока нет. Это федеральная программа, да, на основе которой как раз-таки предоставляется льготный займ до 3, по-моему, процентов, если я не ошибаюсь. Поэтому вот такие были решения. Мы, конечно, приоритет расставили для того, чтобы у нас сельские населенные пункты, которые находятся в центре Краснодарского края, на периметре Белой Глины, там, Попровская, Кущевская, вот эти вот, Крыловские районы, вот там, в первую очередь, конечно, люди должны получать как раз возможность использовать этот ресурс. Если мы размажем для всех, то, к сожалению, тот эффект, который мы хотим достичь этой программы, он будет странен в ноль. Поэтому вот такая вот позиция была по усельской ипотеке. Затрону, значит, пошли нам ввели, кусается сильно, к сожалению, я не очень верю, что их отменят. В лучшем случае скорректируют, дай Бог, в будущем. Нам вроде как обещали компенсации большие, субсидии, по факту небольшие, да, ну, сколько есть, спасибо. Спасибо. Вопрос не в этом, вопрос в механизме доведения субсидии до фермеров. Я лично дважды выступал на краевых форумах по этому вопросу. Значит, вот это та методика, которая, кто первым встал, того этапки, значит, порочные. И, слава Богу, нас услышали в Министерстве сельскохозяйства в прошлом году, значит, на мой взгляд, справедливо распределял субсидии. Значит, все заявки, что подали, значит, да, субсидия было уменьшено в два раза, но все получили. Первую субсидию получили так, вторую субсидию получили так. Ну, сколько есть у государства. Третью, значит, получило 10%, как всегда. Кто, мы не знаем. Большинство получило, естественно, отказы, потому что за отсутствие финансирования. Ну, тогда давайте, давайте никому не давайте. Зачем вы опять меняете? Вот это что, для разоворов о коррупции? Зачем поменяли механизм? Ну, ведь он справедливый был. Да, денег не хватает, мы понимаем. Ну, давайте не делать из нас приближенных, удаленных, кто первый там записался на 15 минут, кто второй. Ну, вроде же вы... Владимир меня зовут. Смотрите, значит, по субсидии. В прошлом году правила и требования распределения субсидий устанавливал Минсельхоз Краснодарского края, где мы собрали заявки, определили объем финансирования, то есть, тоннаж, так называемый, и сумму средств разделили на тонны и выдали всем субсидий. Справедливый подход. С этого года Министерством сельского хозяйства утвержден порядок, уже утвержден на уровне Федерации. Два рубля за тонну финансировано. Многие субъекты Российской Федерации вот два рубля за тонну и выплатили. Ну, немногие, практически все. Мы остановили эту историю и приняли от вас заявки тоже по стоимости два рубля, но каждая заявка была с учетом набранных средств, вернее объемов, была компенсирована в рамках уже объема. 30-20 процентов. Первые мы, по-моему, 20 процентов субсидировали от вас. И вот по этой истории пошли. Это единственный субъект, который сделал. И выдали всем. Первая субсидия пришла всем. Давайте быть честными. И она заключалась в следующем. Мы 24 апреля, мы тянули до последнего, когда уже Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сказало, мы вас сейчас снимем с этой субсидии. Мы объявили конкурс и потянули его с 24 апреля до конца мая, до 1 июня. 30 дней, хотя требование было 10 дней. Мы не смогли набрать от сельхозтоваропроизводителей полный пакет документов на эту субсидию. В связи с чем мы объявили второй раз субсидию. И уже во второй раз, когда мы понимаем, что если мы сейчас ее не выдадим, мы лишимся и получим штрафные инстанции. Тогда мы не смогли выплатить всем заявки. Кто вам мешал подать в первый раз заявку? Первый этап заявок. Зерно продается в течение года не одним разом. У нас есть требование распределить эту субсидию до 1 мая. Мы ушли на 1 июня. И мы это объявляли всем. Куча писем. Я проводил личное совещание, в том числе и с главами, где просил «Ребята, мы другого не сможем». Мы протянули ее до 1 июня, вместо 1 мая. Министр Дмитрий Николаевич писал письма на губернатора, потому что не распределяется субсидия. Фермеры готовы строить. Они выкупили бывшие свинофермы, бывшие коровники. И там вот получается, что имеется вот эта полоса и не могут, они вот ходят по кругу и не могут оформить. Вы сейчас говорите то, что я слышу часто. Но по жизни, по жизни, вот каждый говорит, а у меня вот 4 гектара, а там 6. По жизни фермы, которые примыкают сегодня уже к населенным пунктам, они очень сильно востребованы. И земные сельхозназначения, которые примыкают, они настолько востребованы. Их все время наши уважаемые главы включают и включают в черту. Вот сельхозназначения в черте уже земля поселений. Ну же земля же сельхозка-то убывает. Она убывает. И мы не замечаем, как каждый по чуть-чуть, каждый по чуть-чуть. И здесь все бригады, они когда-то были далеко от населенных пунктов. Ну потому что развитие колоссальное в крае, они уже к ним приблизились. И сегодня они востребованы как никогда, потому что это площадки с инфраструктурой. В том числе инженерной. И востребованы не только вами. Скорее всего и теми, кто кто-то, я понимаю, этим интересуется сильно. Поэтому здесь принципиальная позиция. Особо ценная земля, как земля сельхозназначения, переводиться на Кубани не может, а слишком дорого для Кубани. Слишком дорого. С точки зрения последующих возможностей, в том числе и для нашего агропроводственного комплекса. Потому что мы просто потеряем ту землю, которую уже никогда не вернем. Кубанский район, директор фирмы УАКАД. Вот о чем Елена говорила, особо ценные земли. В течение трех лет это эти участки, бывшие СТФ, кормодобывающий отряд, автогараж. Я выкупил у агрохолдинга «Выселковский». На фермах, на этих, у меня работал отец бригадиром, потом старший брат. Это все было в Мариуполе. Ну, извиняюсь, конечно, не относится к СВО. Разрушено все было. На этой ферме, и мы сейчас очищаем ее, здесь может представить именно вот наш глава района, начальник управления сельского хозяйства. Мы эту территорию всю очищаем в третий год. Нам тоже говорили, лично мне, что это на подписи у вас. Я хочу построить, где разрушено все. Вот представляете, у меня есть фотографии, съемка. Фермы разрушены. На СТФ было пять тысяч голов свиней. На ферме, где крупно-рогатый скол, было 1100 голов крупно-рогатого скота. Мы хотим построить, я хочу на этой территории построить новую ферму, откорм площадку. Я не могу не построить ни склад. Я заказал в архитектуре Новокубанского района, мне не отдают проект. Потому что я не могу построить там даже. И старый туалет, ни ничего не могу, потому что это особо цельная земля. Я там родился и живу, уезжать никуда не собираюсь. Хорошо. Помогите, пожалуйста. Слушайте, давайте договоримся для всех одинаково. То есть если мы ее из особо ценной исключаем, но она как сельхозназначение остается. Вы же на землях сельхозназначение можете строить для сельхозпроизводства. А если у вас другие цели, там мое предложение вас не устроит. Вениамин Иванович, вы услышали? Я понял. То есть из особо ценных исключаем, но назначение как сельхоз мы оставляем. Торичная электроэнергия. 13 рублей. Честно сказать, электроэнергия нас просто съедает. И вопрос стоит, что мы половина холодильника вынуждены отключать, как-то маневрировать, потому что сельхозпродукция наша не такая большая и не такие большие обороты, чтобы мы могли как-то окупить это все. То есть половина холодильника выключена. Это тоже для нас проблема большая. Второй вопрос такой. Коллеги, здесь в целом край энергодефицита. Что мы там? Мы же все это прекрасно понимаем. У нас почти на 400 миллиардов инвестпроектов стоит только потому, что нет электричества. Ну вот такое бурное было развитие региона за последние 5-7 лет, что практически все, все лимиты ушли. Сегодня мы с федеральными коллегами ведем, надеюсь, конструктивные переговоры с тем, что все максимально посредством создания уже новых наших возможностей, конечно, эту проблему решить. Но пока это же не от края зависит. Мы электричество не вырабатываем на Кубань. Мы его только получаем. И возможности нужностей. У нас как бы по выработке, конечно, собственных нет. Но это тоже правда. Сказать что-то по-другому, пообещать не. Мы понимаем, коллеги, мы понимаем, я на всех уровнях бьюсь как могу. Мы энергодефицитный регион. И побережье все стоит. У нас нет электричества. У нас же проекты еще с поддержкой больше, чем на 300 миллиардов просто стоят. Мы их реализовать не можем. Инвесторы готовы заходить. Мы готовы расширяться. Но энергодефицитный. Вы их очень сильно поддержали. Вопрос, почему забыли за грязанское фермерское хозяйство? Дали всего лишь 1 рубль. Может быть, есть еще средства изыскать? У нас... Можно ответить? Значит, Ирина, значит, по поручению губернатора в связи с 2020 году было принято решение поддержать фермеров, потому что были высокие стоимости на комбикорма и корма животных. Программу рассчитали на 2 года для того, чтобы стать на на. Конечно, было приятно получать. Раньше получали рубль 20. Сейчас в действии программы получали порядка 2,5-3 рубля. Сейчас эта программа прекратилась с учетом отсутствия финансирования. Но мы понимаем, что сегодня молоко выравнивается, и сегодня все сельхозтоваропроизводители говорят о поднимании, поднятии цен. Поэтому считаем, что возможно... Вернее, считаем то, что сегодня экономика по молоку стабилизируется. И в принципе достаточно для того, чтобы обеспечить рентабельность предприятия. Поэтому вот такая вот история. Конечно, всем хочется деньги и на агро-стартапы, и на молоко, и на другие цели. Но мы не разорвемся в этой истории. А вот поддержать, когда в нужный момент, когда комбикорма стоили 30-40 рублей, мы тогда по поручению губернатора это сделали. И считаем, что это правильная мера, которая сегодня и позволила нашему животноводству иметь такие результаты, которые у нас. Ну вы как считаете? То есть, если мы сейчас это не продолжим, то по большому счету можем терять уже стадо, которое нарастили. Правильно? Девочки, вы какие-то вроде молодые, но еле ходите. Летом вообще стоял вопрос о том, чтобы вырезать стадо. Я позвонила в Тульскую область и говорю, что делать, как спасаться? Вырезай. Это просто кощунство. Сейчас, вот правильно вы говорите, цена начала расти. Я надеюсь, что, конечно, все восстановится. Но долго набираем обороты. Запчасти покупать надо. Вы понимаете, какая ситуация с запчастями. Их просто не достать. То есть, жизнь дорожает? Ну, конечно, дорожает. Корма, конечно, на уровне... Ну, себестоимость это просто... Хорошо. Если мы вернемся... Сколько вы сказали? Рубль нужен? Рубля два. Уже. Нет, то сейчас себестоимость на уровне... Надо было мне раньше спросить, когда вы про рубль говорили. Собственность. Долго набирает обороты. Двум рублям. Сколько это? Два рубля, это порядка, наверное, миллионов триста пятьдесят или четыреста. И 170 тысяч тонн, это два рубля, это триста пятьдесят миллион. Ну, вы как считаете, что это вот сегодня... Либо... Вернемся к рублю, как она и началась. Я думаю, что в эту историю надо будет посмотреть. У нас сегодня идет рост цен на молоко. Мы видим, что он идет. Если мы даже сегодня примем решение просубсидировать эти средства, то есть эти средства довести, то мы доведем в лучшем случае в следующем году. Уже, ну, то есть просто не успели физически это сделать. И предусмотреть такие обмены. Поэтому давайте мы, наверное, если надо будет, вот отдельно соберите, Федор Иванович, в ноябре, в декабре и посмотрим по динамике цен. Если она будет остановиться и не будет расти, тогда будем помогать. А сейчас, ну, мы видим, что многие переработчики уже говорят о том, что... Нет, давайте я делаю так. Все-таки я понимаю, что, знаете, ребята, лучше предупредить ситуацию, чем мы, допустим, ее ликвидировали. И понятно, что они идут погранично. И если я из ваших тоже услышу, что вы погранично идете, вы не можете сказать, что будет. Но лучше в следующем году вернуться к двум рублям. Ну, а с рубля начнем уже сразу, чтобы вы понимаете, что рубль будет компенсация. А если качнется не в ту сторону, то в следующем году сделаем два, либо три. Для того, чтобы вы сохранили поголовье. Договорились? Спасибо большое. Спасибо большое.